Смотрите новые серии эксклюзивно на Иве. Научу вас путешествовать. Потерянный багаж. Где же Бода? Мы опоздаем на самолет. Дети, спокойно. Чемодан сам себя не соберет. Здесь только самое необходимое для полета. Вот так. Вот так. Опа. Почему вы не сдали багаж? Куда сдавать? Зачем сдавать? Бода, в салон самолета не пустят с тяжелыми вещами. Большой чемодан должен лететь отдельно. Нет! Бода, чемоданы летят не сами, а в багажном отделении, в том же самолете. Вот что я вам скажу, дети. Я не оставлю свой чемодан без присмотра. Так. Так. И вот так. Ну, Бода, вдруг ты потеряешься? Нет. Я везде найдусь. Просто багаж иногда теряется. Теряется. Вот так удача. Так, так, так. Опа. Зачем тебе весь этот мусор? Мусор. Так. Мусор, 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 мусор. Это мусор, мусор. Учитесь, дети, как совмещать путешествие с уборкой. Вот. Теряйте уже скорее мой чемодан. Пока-пока. Бода, Бода, твой чемодан. Он все-таки не потерялся. Тише, дети. Делаем вид, что это не наш чемодан. Господин Бода, заберите свой багаж. Дети, я, кажется, ошибся. Нам надо было лететь в другую сторону. Эх, идем снова сдавать багаж. Какой хитрый чемодан. Не хочет теряться. Дети, я забыл дома мыльные пузыри. Срочно возвращаемся. Ммм, мы не хотим, не хотим. Тише. Я нарочно его запутываю. Увидимся дома, чемоданчик. А на самом деле мы летим на море. Увидимся дома, чемоданчик. Бода, зачем мы сюда прилетели? Как это зачем? Затем, чтобы... Да я и сам уже забыл. Эх, да кто тут? Господин Бода, мы нашли ваш багаж. Нет! Нет! Ой, Бода. Бода. Бодоборода, 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 бодоборода. Научу вас путешествовать. Бодоборода. Биг Бен. Привет, дети. Сегодня я научу вас путешествовать во времени. Бода, ну путешествовать во времени невозможно. Как это невозможно? Мне нельзя невозможно. Мне нужны все мои подарки на день рождения прямо сейчас. Но день рождения у тебя только через месяц. А я вам про что? Не хочу ждать подарки целый месяц. Вот здесь написано, как ускорить время. Бода, это путеводитель по Лондону. А почему тогда мы все еще не в Лондоне? Смотрите, вот она, машина времени. Бода, это Биг Бен. Да хоть пинг-понг. Так, все, читаем инструкцию. Биг Бен, часовая башня Вестминстерского дворца. Не то. А, на самом деле, Биг Беном называется самый большой колокол на башне. Снова не то. Нашел. Монетка в один пенни ускоряет часы на две с половиной секунды. Да. Если часы начинают отставать, смотритель кладет на маятник монетку, и они ускоряются на две с половиной секунды в сутки. Так Биг Бен остается самыми точными механическими часами в мире. Отлично. Положим на маятник гирю, ускорим время и подарки мои. Так, так, так. Осталось попасть на башню. Циферблат часов такой большой, что в него может спокойно проехать двухэтажный автобус. Года, что ты задумал? Одолжите, пожалуйста, ваш автобус. Мне надо в Биг Бен въехать. А почем проезд? А вон в те часы и попадем, если разгонимся. Угу. Ну и автобусы. Два этажа, а толку никакого. Что? Дверь? Пропустите меня. У меня день рождения через месяц, а подарки нужны сейчас. Бода в Вестминстерском дворце заседает парламент. Так что подниматься на Биг Бен разрешено только членам парламента и их гостям. А это еще кто? Лорды. Ладно, стану ради вас лордом. Пустите. Пустите. Пустите меня. Не работает ваша инструкция. Все, я погибаю от подарочной недостаточности Бода, не грусти, у нас есть для тебя подарок Ну что, нельзя дарить подарки, если не день рождения еще? Прощайте Можно, подарки можно дарить в любой день Правда? А что же вы раньше и молчали? Чуть не погиб вы из вас? Ой, личная машина времени Откручу время назад и получу все свои подарки на день рождения за последние 200 миллионов лет О, хе-хе, тираннозавр, подарок принес Ой, бода Научу вас путешествовать Подводный туризм Привет, Бода! Привет, дети! Сегодня я научу вас подводному туризму Это вот так, например Бода, подводный туризм – это плавание в море глубоко под водой Хе-хе-хе, ну вы насмешнили Хе-хе-хе Там очень красиво Рыбы Морские цветы Осьминоги, затонувшие корабли, киты Ого Тогда за мной Стой, Бода Надо сначала научиться пользоваться аквалангом в специальной школе Дети, я только что закончил школу аквалангов А, ну то есть дайверов И сейчас я научу вас учиться Учу... А, ой Ух ты! Как красиво Вот это да Эээ, так, дети, не отвлекайтесь Нам нужно посмотреть Эээ, да Рыбы Рыбы Есть А теперь цветы А вот и цветы Цветы Есть Нет, Бода, это рыбка Эээ, я имею в виду вот Это медуза Бода, осторожнее Если до нее дотронуться, она может ужалить Ай-яй-яй-яй Дети, не трогайте медузу Ищите цветы Вот Это точно цветы Хе-хе Сейчас букетик для мамы свернут Актини называют морскими цветами Но на самом деле это полипы И они тоже могут ужалить Дети, не трогайте цветы Ищите осьминога Актини Я Ой, чего это? Бода, это осьминог Если его напугать, он может выпустить защитные чернила Или даже ужалить Я ради них школу окончил А им лишь бы ужалить Так Остались затонувшие корабли Дети, что мы делаем, когда не можем чего-то найти в незнакомом месте? Спрашиваем у прохожих Правильно Молодой человек Не подскажете, как пройти к затонувшему кораблю? Бода, это акула Ой, смотри, птичка Ух, чуть не ужалило Бода, смотри, затонувший корабль Ух ты А что я вам говорил? Подводный туризм, это очень положительно Так, сейчас перекусим и будем искать кита Так Сок Не хочу Бутерброд Тоже не хочу Все, дети Под водой хорошо А дома вкусней Передайте киту, что я его не дождался Пусть зайдет ко мне, как освободиться Ну ладно, ладно Фото на память Научу вас путешествовать Метеуры Во что ты играешь, Бода? Это они играют А я думаю Я думаю А они мешают Дайте же мне уже пораздумывать Ой, Бода Все, ухожу я от вас в монастырь Вот в этот О, это монастыри Метеуры А вот эти скалы Когда-то были дном Исторического моря Теперь здесь шесть монастырей Высоко На землей Метеора В переводе с греческого Означает Парящий воздухе Эх, метеоричусь туда срочно В какой стороне это ваше, Греция? Ой, что-то высоковато, далековато Попасть в монастыри и метеоры было очень сложно Только по навесным лестницам или в специальных сетках Да ничего и не сложно Вот смотрите Резь Вот так вот сейчас И раз А тогда смотрите сейчас и учитесь Ай Морфики Опа Легче легкого Проще простого Кажется, ты промахнулся, Бода Да, тут два шага осталось Стой, Бода Здесь есть канатная дорога Что? Я сюда не подстригаться пришел А думать, думать По правилам монастыря Перерыв между молитвами и размышлениями Монахи посвящают физическому труду Морфики, как они здесь оказались? Это раньше в монастыри было трудно добраться Сейчас для туристов построены удобные дороги Морфики, дорогие Морфики, любимые Я только о вас и думал Думал, думал и понял Пора домой Эх Как же и хорошо Вот так сидеть с друзьями И ни о чем не думать Бода, 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 Бода webcam Научу вас путешествовать Бода, Бода Каменная волна Зонтик, якорь и ведро И доска, и много всякого дольца, кислый чай. О, привет, дети. Привет, Бода. Ты куда-то собираешься? Конечно, собираюсь. В Австралии есть одна необычная волна. Буду кататься там на доске. Да, в Австралии большие волны. Моя волна круче. Бода, это же каменная волна. Ты не сможешь на ней заниматься серфингом. Хватит разговоров. Австралируйте меня скорее, пока волны не закончились. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот это волна. Сейчас, дети, я научу вас доскингу. Морфы, доску. Ладно, я сам. Первым делом надо проверить, тёплая ли водичка. Водочка, ты что? Ой, уф, вода тёплая. Поплыли. Эх, хорошо. А теперь... Вода, твоя волна скрипит. Хм, странно. Не слышу рыб. И не вижу чаек. Всё понятно. Волна сломалась. Но не волнуйтесь, Бода всё починит. Оп, хе-хе, опа. Так, вот так вот, раз-раз. Тут починить, здесь постучать. А ну, как-то так она чинится. Бода, она каменная. Каменная волна. Настоящее природное чудо. Каменная волна образовалась миллионы лет назад. Она из гранита. Пятнадцать метров в высоту. А длина больше ста метров. Это ветер и дожди постарались и сделали её таком. Ветер и вода много прекрасного оставили по всему миру. Ага, вода. Всё же была вода. Вода, 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 вода. Тогда я просто подожду, когда придёт сантехник. Или когда придёт дождь. Дождь не поможет, Бода. Вокруг каменной волны сделали барьер, защищающий её от воды и от разрушений. Ветер и вода выточили каменную волну. А люди любуются и берегут. Осторожно! Не повредите волну, морфы! Может, вы ещё вздумаете тут на доске кататься? Ай, что происходит? Волна меняет цвет! Какая красота! Эх, такую волну не уберегли. Испортилась! Она не испортилась. Каменная волна в течение дня меняет свой цвет. Хм, так. Я понял, что всё знал с самого начала. Вот зачем нужна каменная волна. Зачем? Чтоб делать красивые фотографии, а бороды при этом у вас не намокали. Хе-хе! Смотрите новые серии и развивайтесь вместе с Иви. Смотрите новые серии и субтитры! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!